Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхникамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17. И в эфире Винвинзум, номер 389. Тема сегодня из вторсырья.рф и бренд Remade, пишется по-латински, точка closing, одежда. Спикер Андрей Привалов, vk.com, ecotaxi. Перим. Андрей, добрый день. Здравствуйте. Андрей, также ваша партнерша в коллаборации, представьте ее. Это Надежда Будущего, это автор дизайнерской одежды, которая представлена в нашем магазине. Надежда Будущего, добрый день. Здравствуйте, добрый день. И у вас творческий псевдоним Ocean Nadi, одним словом, да? Одна буква N. Да, Океаническая Надежда. А так, Надежда Будущего. Надеюсь, что мир мы сделаем чуточку лучше, чище и дадим новую надежду этому миру на лучшую жизнь. Андрей, где вы встретили Надежду Будущего? Надежду Будущего встретил на мероприятии в Перми. Я уже даже не помню, почему посвящено было мероприятие. Короче, в Перми на мероприятии мы встретились, и там было типа нетворкинга, и каждый представлял себя. То есть, вот Надежда рассказала о себе, чем она занимается, и как раз у нас сейчас еще реализуется еще один проект, и вот мы на фоне этого проекта как-то познакомились, и, в общем, ее идея мне понравилась, вот именно обсайклинг одежды. Вот, то есть я, и, в общем, вот сейчас вот получилась такая коллаборация. Это было еще полгода на день. Сейчас Надежду мы выясним, как она к этому пришла, но напомню коротко, Андрей, мы с вами записали подкаст полтора года назад. Ваше эко-такси давно уже работает. Что изменилось за год? Тогда у вас было 60 видов переработки мусора, вы ездите, собираете. Каждый может заказать машину, да, или по графику, или отдельно за деньги, да? Да-да-да, то есть все осталось в том же виде, то есть мы также ездим по маршрутам, также собираем 63 видов торсырья, вот, то есть работа продолжается. Можно кинуть ваш ящик, они стоят в разных ТСЖ, да, города Перми, прямо десятки, да, они? Ну, представлено, но я сейчас сократил это направление, вот, но это, я поменял оператора, просто вот те дома, где у меня стояли, я поменял оператора. Сколько ящиков у вас осталось сейчас? Сейчас осталось 15. Можно вас там найти на сайте, да, в вашем сообществе. Или заказать за 300 рублей у вас было тогда, да, машину? Нет, сейчас выезд стоит 400 рублей, это по маршруту, да, да, и персональный выезд, либо групповой выезд 800 рублей стоит. И можно вам сдать все виды, начиная от одежды, заканчивая бутылками или там, или что? Ну, наверное, мы привлекаем больше какими-то редкими видами фракции, то есть, ну, это там всякий фольгированный пластик, там смешанные какие-то виды мягкого пластика, там зубные щетки, губки, там, и все такое вот. Ну, как бы, больше ориентация все-таки идет на это, вот, что люди могут, потому что, ну, за последнее время, там, даже вот эти взять полтора года, инфраструктура для раздельного сбора очень сильно развелась в городе у нас. То есть, подключился рекоператор, там, бумаги очень много ставят, контейнер, ну, и там, другие операторы. То есть, ну, в плане пластика, как бы, основных видов, то есть, ну... Я в Тенбурге живу, у нас обычный двор, пятиэтажка, старая хрущевка, там стоит отдельный ящик для бутылок, уже прогресс пластмассовых. А надежда будущего, вы сами вспомнили, что вы участвовали у меня в предыдущем эфире лет 8 назад, да, с улитками тогда, вы ими лечили женщин, а теперь вы лечите другим, модой. Ну, вообще, модой я всегда занималась, а улитки это просто были мои домашние питомцы-косметологи, да. Так как они... Утешающие животные. Размножаются очень быстро, я их, да, дарила, давала другим женщинам попробовать, и все, в принципе, довольны. Так, у меня вылетело? Нет? Мы вас слышим. Андрей, пока мы ждем снова надежду, расскажите, как, трудно ли магазин онлайн создать? До этого вы этим же не занимались, да? Я этим не занимался. Кроме сайта, что еще надо сделать? Ну, как бы не то, что будет трудно его сделать, ну, то есть, сама техническая часть, то есть, я его изначально вообще делал на другой площадке. Это просто шаблон, да? Да, то есть, на конструкторе я делал на другом, сейчас переехал, то есть, ну, там просто чуть-чуть другие перспективы и технические возможности на той площадке, на которой я сделал, вот. Ну, сам руками сначала делал, потом все-таки нанял специалистов, которым мне сделали карточки там эти все, вот. Ну, и сейчас веду переговоры уже с теми, кому я сдаю это вторсырье, чтобы вот покинуть уже на площадку еще дополнительные. Ну, вот, я сейчас включил показ рабочего стола, коротко просто покажу, но цены немного. Вот, представлены модели надежды будущего под брендом Remade.Closing, да? Вот, разные цены, есть куртки, есть рубашки, сумки, есть шопперы за 700 рублей, мешочек линой белый. Это другого производителя. Да, это другого, не подписано, Дарья Минкович. Вот, и все ингредиенты для своих работ надежды берут у вас, да? Приходят к вам и роются, или как она называется? Что она делает у вас, когда приходит, ищет? С чего бы ей сделать новой модели? Ну, сейчас мы с ней договорились, она из джинсовой одежды будет делать коллекции. А это, ну, это вот то, что сейчас представлено на сайте, это пока не наше вторсырье, скажем так. Она успела из чужого сделать, да? Она успела из чужого сделать, да, то есть сейчас она отшила коллекцию, то есть вот... Рисмите, пожалуйста, за мой нестабильный интернет. Да, Надежда, как раз я спрашиваю, вы еще не успели сделать из вторсырья от Андрея, это ваши модели, которые вы сделали? Брали, но мы не успели отфотографировать еще пару, но это все в процессе, да. А раньше где вы их брали? То есть старые ткани, да, какие-то разные? Ну, вообще, я занимаюсь модой всю свою жизнь, у меня тетя швея еще в детстве началась, наверное, с того, что я из ее кусочков делала куклам Барби одежда. Это тоже получается ремейт, то есть из тех, из мусорных таких маленьких обрезков я уже создавала одежду, ну, для куклы Барби, а потом в школе перешивала старые вещи тети, там, мамы, бабушки. И потом уже, когда начала студенчестве, перешивать из секонд-хендов вещи, то есть, по сути, я всю жизнь занимаюсь какой-то переделкой, вот, эко-модой. И также у меня был самый интересный, наверное, опыт, я жила в Португалии и работала на серф-брэнд, и мы там запускали как раз эко-сервис, вот, то, что я хочу привнести в Россию, потому что аналогов такого нет, чтобы люди могли отправить свою вещь, ну, Андрею, да, на эко-такси, перешить и получить уже в новом виде ее, то есть, выбрать модель, например, там, любую вещь почти можно перешить в шопе, ну, как бы, не выбросить ее, а уже по-новому ее использовать. Или люди могут даже привезти к Андрею старую одежду и сказать, Надежда, шейте мне личную модель, вы тоже можете такое сделать? Да, да, вот, это именно и есть моя идея эко-сервиса. И вот как раз в Португалии мы занимались, ну, что-то таким упрощенным. Там люди отправляли старые полотенца нам, и мы им за 20 евро высылали обратно уже такую классную сумку для похода на пляж. Вот недавно был эфир как раз про upcycling, в том числе модели делаются для подиума таких, всякие экологические шоу, у вас тоже такое будет? Ну, да, мы, кстати, хотим шоу тоже сделать. Да, я участвовала в том году на Табрите, были мои вещи, ну, это фестиваль такой на подиуме, Табрите, то есть это направление сейчас набирает обороты, это модно, это сейчас must-have, если там 5 лет назад я пыталась объяснять людям, что такое upcycling, и они не понимали этого, то сейчас это тренд, это модно, и почти каждый бренд сейчас старается направление развивать вот как раз какое-нибудь экологическое или sustainability, или там... У вас, кроме обычных кур, так еще я вижу, называется upcycling карман, это еще как отдельный карман? Ну, да, это как пояс, карман, да, можно на любую одежду дополнить свой лук, свой образ вот таким вот карманом. Андрей, а заканчиваем уже, у нас сегодня время мало, у вас ведь офис, где вы обитаете, там можно как раз провести шоу, чтобы люди запомнили ваш адрес. Ну, здесь производственная база, как бы тут с этим, наверное, год очень... Ну, а летом будет красиво, можно на пороге, не знаю, сделать сцену импровизированную, будут модели от Надежды гулять, в общем. Ну, идея хорошая, я подумаю над этим, конечно. А это у вас далеко вообще от центра-то? Ну, это Нагорный, микрорайон Нагорный. Ну, это спальный район для тех, кто не из Перми, объясняю. Вот, и Надежда, какие у вас надежды сотрудничества с Андреем? Так, Надежду снова мы не слышим. А у вас, Андрей, какие надежды с Надеждой? Ну, это направление развивать, ну, как одежду, вот именно дизайнерскую, эти вещи, да, то есть, и вот именно перешивание и апсайльтинг, то есть, ну, как закрыть цикл вот именно пользования одеждой. А если коротко, какие у вас надежды финансовые связаны с Надеждой, как у вас? Так, зарабатывать деньги. Совместно на моделях, да? Ну, возможно, и совместно, да, то есть, ну, на сегодняшний день, то есть, как мы с Надеждой будем зарабатывать, пока еще не договаривались. Не решили, да, Надежда, какие у вас надежды связаны с Андреем? Надежда сделать этот мир лучше и чище. Я пока, к сожалению, на другом ремейте, именно такая моя миссия, дань моде, потому что я занимаюсь всю жизнь модой, и именно мода привела нас к такому плачевному положению, что у нас такая гора вещей, и нечего надеять постоянно, и вещи устаревают, и это загрязняет планеты. Ну, вот у вас магазин был в этой, как говорят сейчас, нельзя сети, но ВКонтакте это вот тоже есть. Я тоже укажу ссылку на вас, вы Ocean, Надя, одним словом, ВКонтакте можно написать, или Андрею на Экотакси. Теперь, кто хочет с вами посотрудничать, сделать большой праздник, может, экологически. Желаем успеха и удачи, Андрей, Надя, спасибо. Спасибо. С нами сегодня был Андрей Привалов, проект ВК.ком, Экотакси Перим, наша тема из торсырья.рф, это сайт такой, магазин, интернет-магазин и бренд Remade.closing от Ocean, Надя. Спасибо, удачи, пока-пока. Спасибо вам, Надя, до свидания. Как привлечь инвестиции? Где найти партнеров? Как защитить свои интересы? Верхникамская торгово-промышленная палата. Надежный партнер и помощник в создании и развитии бизнеса. Город Березники, улица Юбилейная, 17.